Замечают, что их треки звучат намного тише. Поэтому они думают, как же нам создать громче, и ставят лимитер на мастер, и выжимают его по полной. И получается определённо каша. Эффект бочки из хардкора. То есть не нужно зацикливаться на том, чтобы сделать в определённой степени трек громче. Поначалу нужно создать определённо качественный материал, потом с опытом вот это как-то само приходит, и даже ты, не замечая этого, создавая трек, он сам по себе становится громче и громче. Да, то есть в первую очередь, на первом этапе, особенно пока ещё уровень вашего саунда не настолько хорош, крайне важно концентрироваться на идеях, потому что в погоне за саундом можно вот в итоге стать просто человеком, который там, ну и на Ютубе, знаете, много таких делает там, один в один слизывают трек и всё, они могут создать ничего своего. И, ну, это не очень хорошо, это совершенно не перспективно. Самое главное, самое первое, самое важное – это ваши идеи. Если нету каких-то интересных идей, то, ну, абсолютно маловероятно, что в итоге даже при хорошем уровне саунда ваша музыка будет пользоваться каким-то большим спросом. Да, и для начала есть такая практика, вот я со многими артистами общался, тоже спрашивал, вот, как они пришли к такому саунду, и многие мне советовали в своё время поначалу создавать, вот, например, есть у тебя любимая песня, любимый хит, попробовать его сначала воссоздать своими руками, то есть и когда ты сможешь воссоздать вот этот свой любимый трек до такого уровня, что он будет приблизительно звучать, как тебе хочется и как он звучит, тогда можно браться... Ну да, это уже о разговоре, как прийти к качеству, то есть на самом деле, не для никого не секрет, что большинство продюсеров работают над треком таким образом, что у них есть, там, например, спиток 5-7 треков, на которые они ориентируются, или там даже 2-3. Вот они садятся писать трек, у них есть такие эталоны качественного звучания, и они постоянно слушают и ориентируются с точки зрения качества звука с точки зрения сведения, подачи трека, и, ну, таким образом во многом и сохраняется преемственность, то, что музыка, она в определенные промежутки времени очень похожа, то есть там, если послушать треки 2012...